всем добрый день друзья я тут уже собралась собралась у меня через часик намечается небольшой шабаш да ко мне приходят гости же рассказывал приходят девчонки устроим посиделочки посмотрим фильм поедим вкусняшек я к сожалению не смогла смонтировать видео 2 стопом потому что были технические неполадки со звуком поэтому вчера видео стопом не вышло к сожалению но вы не обижайтесь все равно выйдет сегодня намного интереснее уже вышло лёшка может с работы позвонил по гиги калмурку мне поводил крути ха ха все пока я пошел работать такой странный вообще отвлек меня отработаешь сижу звук все равно на лиза как бы все равно что-то делаю я сейчас съем два бутерброда потому что страшно проголодалась а уже вечером буду есть суп потому что мне сейчас его лень греть если честно и лентяйка и даже на скалалке не прыгала как вчера круто я прыгала люстру чуть не зашибла блин накрыжала сама себя очень хочется кушать так что ждем гостей я тут уже накрасила собралась волосы помыла набрызалась векторе стиклет такое ощущение что ко мне не знал кто приходит блин делегация кого-то там ну я люблю выглядеть хорошо пахнуть и все такое особенно если ко приходит гости я всегда должна быть вообще перфект у нас кстати квартире как-то холодно не знаю почему блин я он сижу в носках зимних с бубонами и соленьями в новогодних носках блин и мне вот нужно найти сейчас фильм какой-то потому что ну что мы не с ченками время не теряли я буду искать какой-то ужастик наверное как обычно но сейчас это конечно очень тяжело хороший ужастик найти блин пипец может старых найду в общем и будем смотреть потому что смотрите ужасы в компании это вообще-то классное моё любимое занятие комедии они как бы не такие комедии не смешные какие-то есть конечно моменты но они все в основном старые эти комедии новые которые выходят господи у 50 оттенков серого вышло на 50 оттенков темнее можно погесить совсем сразу когда-то слышали попытались посмотреть фильм просто потому что был ажиотаж мы в кино слабого не пошли на него тратить деньги мы его включили в общежитии и такой тягомотины такого бреда я просто никогда в жизни не видела эти актеры этот сюжет это это просто я не знаю один из худших фильмов которые вообще видела худшая история которую я слышала не знаю почему вокруг у всех такое такое вообще восторг от этого фильма по мне так это бредятина полнейшая уж извините кому понравился этот фильм я считаю что это вообще не знаю на кого рассчитан этот фильм либо на девочек до 14 лет либо для тех кому вообще не хватает соплей в жизни хотя я знаю что моим подружкам некоторым понравился этот фильм но я не знаю я не знаю чем может и главный герой понравился но как по мне это главный герой тоже ой соплящая уже приехали ведьмочки вот одна стоит расчесывается а вторая на кухне уже что-то там делает эй я фильмы по выбирала даже несколько так что вы можете выбрать да ну естественно сейчас историю с носками расскажешь эй карина вылазь конечно вот такая красивая слушай волосы выровнял ты плойку купила давно да так у тебя волосы как отросли раньше такими короче у меня вот шабаш две ведьмы приехали давай расскажи историю про носки значит заходим мы с кариной в магазин заход долгий да но по долге мы не купили я решила купить себе носочки ну ты как обычно мы с ней когда валяли на наши носки короче мы будем в этой ситуации покупать и носки я вам говорю захожу значит стоя в магазин покупаем носки уже стоим а там блин еще очередь такая думаю ну капец карина говорит давай положим их может уйдем да нет там чуть-чуть осталось людей давай возьмем на кассе отдают сканируют мне носочки говорят 46 гривен а ты думал сколько они стоят я думала что это носки во первых во первых ну да там 21 это было написано было ну ну ладно хорошо что ты там закопаешься в этой маленькой короче я такая ну ладно черт с ним взяла эти носки только что уже приезжаем к дяне я говорю ой я пойду носочки новые одену достают один колготки так мне еще карина звонит сестра вот такая говорит то карина не приедет она все деньги на носки потратила и домой поехала а главное звонить мне откроют дверь и там с кем-то разговаривают как будто я блин не догадалась бы да чуча капец вон лежит пинцет вот ну в это тебе на будущее фро какое-то будущее какое-нибудь потому что с своими бровями приехала брови чуя что-то выглядела я у меня надо зарядное какой боже это дай мне щетку для бровей пинцет зарядное приехали какой у тебя пойдет такой смотри такой ой мамки вот это нет мне надо айфоновская айфоновская это которая широкая такой или тонкая у меня тут не заряжаются айфоны у меня нет айфонов в семье а шо вы поусаживали шо мы будем делать вы одинаковые какие-то вы одинаковые какие-то черные бенцетики ведьмы да загадывайте желания все зачем чё карина любит фильмы смотреть у меня в гостях да карина ну это только тогда когда меня нет потому что я не с чем чтобы разговаривать я где-то в 5 буду уходить мне шутка дома быть а сейчас сколько час норм идем пить чай и будем болтать окей идемте пить чай а потом да если у меня не будет болтать можно и пить но мне кажется подожди вы купили торт мороженое к чай о боже а какую я песню вспомнила какую карина сейчас будет твоя река шоколадный мусс ты конфет со льдом шоколадный мусс ты аркина я кстати хотела эту историю рассказать не надо да а почему а почему нет лишнего порассказывали держись о можно съесть ты ногти новое сделала конечно скажи я хочу яблоко можно да можно господи это не яблоко яблоко это не яблоко яблоко здесь пришли давай сразу жрать зеленое яблоко зеленое 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 яблоко зеленое зеленое там боже не все зеленые это все семеренка не все зеленые взяла перерыв она мокрая они помытые яблоки нет Леша вчера покупал себе эти фрукты так что по одному и хватит и забыли пересмотрели с девчонками их свадьбы так по чуть-чуть да женатики будем смотреть дурым да и будем смотреть ужастики как называется девчонки там вау у каждого свои ужастики его зовут вау девчонки купили торт мороженое сейчас мы его попозже покажем вот такой мороженое принесли мороженое с сыром с комбинованным с сыром с маком персика полныцей полныц ну чем ну в общем такое красивое во для любителей сладкоежек самый рад как тебе кино нормальное 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 только Ирина второе все время ей не нравилось давайте перемотаем давайте выключим я старалась что ля лазят это духи нюхает как понятно это открытки читаем сейчас мы копейки загребешь что очень тебя ненавижу что ты написала очень тебя ненавижу а вот куда вы берете информацию ты шо а нет ну к нему ты еще не смотрел да конечно ну реально там в интернете мы ищем неплох что я хотела купить да постой певал что ты будешь дарить Жене на 14 февраля я пошла я пошла открытки открытки руками да я не знаю больной банда этот нарисованный это твое платье да я знаю оно мое то я его не ношу что до носки это колготы купила себе а я говорю обрешено носи себе так реально Карина это колготы ты помнишь? Карина это колготы а что нарисовано? машинки причем еще и мальчиковые это уже оделась смотри а ты сниж колготы растягиваешь ты ей походу одеваться не так на голову одевай и иди ты ему что-то не сделаю? прикинь а ну давай да не у меня не такая блин маленькая да давай суйся вау о как зайчик будешь смешать класс так и иди слушай как шапка я тебе говорю это тренд колготы это сильно дешево почему только 46 рублей я не самая лилая ну че дешево какая-то нормально 46 рублей для колготов детстве? а какие они должны быть? я не знаю я не разбираюсь ценах у детских думала они дороже ты вообще думала что это носки начнем с этого открой тебе секрет я тоже думала что это носки так я тебе про тебя и говорю балда не забудь их все уже можно? давай свои валенки что можно? у меня такие валенки успокойся трапку мою сбили у тебя не холодно в колготах? нет слушай колготы и платья такие эти бутсы у нее платья даже не видно да что ты меня так смотришь? мы же выйдем в голову и будем прощаться а где твоя шапка, Канин? тебе шапка опять? у меня капюшон у тебя капюшон который она не одевает одевает вы ничего не забыли? нет подашь сумку бай бай пока ой вот такие прямо это пассивные ну давайте веселей дружненько если ты нас выгнала в смысле? вы сами уходите если через час приезжает давайте валите что ты брешь вот дурочки конечно Калина я тебя такого не ожидала от какой именно? от той с бубоном который все пока пока блин девочки дурочки они меня напугали вы смотрели этот фильм жатва и там была девочка маленькая как будто она была сатана но потом все равно выяснила что она хорошая была так они меня такие я их провожала закрываю дверь смотри там девочка на кухне чай пьет сидит привет девочки передавай все а мне так пугать ладно помою всю посуду буду уже Лешку ждать он где-то через часик должен приехать провела уже я гостей своих и Пушкин я Пушкин дома прошел ой Александр Сергеевич но только в лице Алексея Ивановича с усами как дела классно здорово прикольно мы уже супчик поели с Лешкой посмотрели Самвелла работали посмотрели Самвелла отдых Лешка расстроился расстроился из Египта не таким я себе представлял настами я просто была в Египте да у меня как бы это Египт я тоже так думала только с этой стороны я никогда не думала как выглядит город что он там грязный реально это грязь везде мусор ну мы с тобой когда-нибудь другое место какое-то поедем а в Египте стоило только за пирамиды и то говорят что пирамиды там куча людей к ним не подойдешь а еще печально что в них нельзя заходить я всегда думала что можно в пирамиды заходить по моему раньше тогда запускали людей а сейчас уже нельзя даже заходить я тебе не скажу конечно не скажу потому что я вообще не знаю эй ты такой смешной был в этом видео вчерашнем я так смеялась когда ты прическу поправила у тебя все равно связь с космосом была я так смеялась когда монтировала ой что ты делаешь? ничего завтра я дома оказывается Египта на работу чуть-чуть поделаем видео и пойдем скуплим Ашан кто на египетский рынок а кто так на одном египетском рынке ничего покупать запорожский Ашан лучше запорожский Ашан да но так как раз пока потеплело нужно успеть выползти погулять пройти за день зато тепло да ну не так как сегодня более-менее сколько сегодня было градусов? сегодня там плюс 1 сырость такая а плюс 1 плюс 3 и 2 по-моему надо чтобы было минус там 1-2 шуба пошла шуба моя любимая шуба я не обожаю шубы немножко терпеть не может шубы да у всех шубах кажется какими-то зверьками непонятными я вот нутрия да? ты Диана какая нутрия? хочу такой нутрия? как ее нутрия зовут? да я нашел изнутри мамина а мамина осталась от право бабушки а право бабочки осталась от право бабушки что такое? балда еще Лешка будет сейчас с Респортом заниматься Девасю, не скрипи холодильником, нашим столетним приведением с мотором. Девасю, все потом, закрывай. Будешь сильно скрипеть. И ты специально это медленно делаешь. Я забыла. Я хотела рыбу положить. Ой, боже. Ты все? Да. Да, друзья, и пока не забыли, попробуй вчера еще снимать. Вот это, вот это вот, вот вчерашние и позавчерашние все истории. С тем, как нас там кинули на деньги и прочее, прочее. Героев нужно знать лицо, поэтому я покажу переписку. Вот она мне сегодня утром тоже написала, эта девушка. Вот тут вся переписка. Все. Так, а звать ее... Ольга. Ольга вот такая вот. Доступ ограничен. Почему? Потому что... Сейчас объясню почему. Пишет она мне, что она... Вчера, что написали владелец кошелька, написал, что согласно вернуть половину суммы. А сегодня мне ВКонтакте уже пишет она... Пишет так, 244 рубля верну. Устроит? Я пишу нет. Сколько взяли, столько нужно и положить. Что за нелепые торги? В итоге она мне пишет... Эм... Ну тогда вообще ничего не получишь. И добавляет меня в черный список. Я ей вообще не писал. Я вообще ничего не писал. Только отвечал на ее сообщение. Она мне написала тогда... Предложила скинуть половину денег. Половину вот той суммы, которую мы скинули. Вернуть ее. Я отказался. И она добавляет меня в черный список. Говорят, что я вообще ничего не получил. Где здесь логика? Вот где здесь логика? Я... Я в шоке. Я... Я такого просто не встречал. Уважаемая Ольга... Как вас там? Точнее, неуважаемая Ольга... Пакетика или как-то так... Вдавиться вы этими 500 рублями. Вот от чистого сердца. Господи. Такое... Такое... Это уже дело принципа. Если не будет этих денег... Это не такая большая сумма. Но если эти деньги не будут возвращены... Ваш кошелек таки будет заблокирован. Все. Я так понимаю, это кошелек не ее WebMoney. Почему? Потому что... Потом уже оттуда писал первый раз... Ну... От лица мужчины. Типа, что... Согласен вернуть половину суммы. То есть, это может быть даже не ее кошелек. То есть, вот такая вот ерунда. Да. Ну, что ж... Это дальше, правда, дело принципа. Либо полностью, либо пусть будет заблокирован кошелек. С вашими деньгами, сколько бы их там не было. Это только ваши проблемы. Модераторы WebMoney, администраторы, они не откроют кошелек, пока мы не уладим этот вопрос. А мы его, скорее всего, не уладим. Она мне писала раз, тогда до свидания, все. Не, она типа сразу писала, что открой кошелек, тогда скину деньги. Отказался, все, пока. Потом еще раз пишет, и мне кинешь. Я говорю, я не кину. То есть, я не такую, как вы. Все, скидывай. Нет, тогда ничего не получишь. Теперь предлагает половину, и опять пишет, тогда ничего не получишь, и в черный список. Что будет дальше? Оставайтесь в курсе всех событий. Леша тут, блин. Начал с ума сходить. Что? Начал сходить с ума. Я ниндзя. Начал бегать по квартире. Потом подходит, такой вот, отцветильничает. Чик, вырубил. Я забрал твое зрение. И ржет, как сумасшедший. Ты просто здесь живу с человеком сумасшедшим. Вообще, до безобразия. И ржет, тебе сколько? Пять лет, мальчик? Короче, Леша уже пошел заниматься. Я пойду покупаюсь. Буду сидеть, куплю новое смотреть. Кушать всякие фрукты. Вы же знаете, я это люблю. А завтра мы с Лешкой едем в магазин. Купим то, что мне не нужно. У меня закончился кондиционер для волос. Может быть, что-нибудь еще купим. Ну, короче. За покупочками. Я так радуюсь. За покупками, когда идем, такое ощущение, что мы, не знаю, на Мальдивы едем. Мне такая радость. Прям, знаете, не важно, что мне купятся. Ту баночку ели для душа или какую-нибудь фигню. Но я так радуюсь. Не смотрели, потому что кино про зрение. Очень классное кино. Не про зрение, а одно слово. Прозрение. Люди поняли. Прозрение надо уточнить. Может, мы встали какое-то кино про зрение. Прозрение называется. Хороший такой триллер. Мне концовка понравилась. Старенькие. Их хорошо так персонажи раскрывались. Любовные линии. Любовные линии особенно для всех в восторге. Ну, она как бы, нет. Я не в восторге. Там даже в космосе. Классность. Классность. Да. Какая это любовная линия? Ну и всё. Чувства главной героини хорошо раскрыты. Нелюбовные линии. Так. Но фильм хороший. Мужчина оказался козлом. Козёл. И не совсем у них глаза был. Он покончил жизнь самоубийством, чтобы отдать ей глаза. Глупости. Это его... Блин, мы сейчас проспойлерили фильм. В общем, не слушайте нас. Смотрите. Вы сегодня что-нибудь будете понимать. Может быть, а может и будете. Фильм хороший. Он стоит того, чтобы посмотреть, но он немножко затянут. Чуть-чуть. Потому что нельзя его так поздно смотреть. Мы хотели кое-что сказать. Мы хотели поблагодарить нашу зрительницу. Наша зрительница, которая с нами... Сначала, да. Поддерживает нас, да. Поблагодарить её. Поблагодарить... Болит. Еще раз. Как всегда. Поблагодарить её. Поблагодарить её мужа. Её мужа. Большое вам спасибо за помощь каналу. За такую поддержку. А мы говорили, как подписаны кто. Ну, мы ВКонтакте не знаем. Но в Ютубе... Нет, ну там видно. Там же ж видно комментарии остальные. Ну, мы же не все видели. Нас смотрят вообще-то... Четыре тысячи, почти все комментарии пишут по десять человек. Да. Постоянные. Мимикрия. Мимикрия. Улинария. Ну, мы не знаем точно, как произносится. Правда. Мы просто не знали, как произносится. Мы думали, кстати, об удовольствии. Мы разговаривали на эту тему, как правильно произносить ваши... Кстати, да. Вы напишите, кстати, как правильно, куда ударение ставить. Так что мы от души благодарим вас. Да, большое вам спасибо. От души. От души. С Лёшкой благодарим вас и вашего мужа. Нам очень приятно. Это же вы написали, потратить на кафешку. Это же мы можем... Сколько кафешек... Да. Сколько кафешек нужно посетить, чтобы их подрать. Я говорю, да, Лёш, с этими деньгами мы можем в любое место в нашем городе. В любую кафешку, в любой ресторан. Очень спасибо вам большое. Спасибо вам большое. Нам очень-очень приятно. И на этом мы будем прощаться. Подписывайтесь на наши каналы. Ставьте палец вверх. Вверх. Да. Вступайте в группу. И комментируйте видео. И ждите новое. И всем до встречи. Спокойной ночи. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok